До перехода делопроизводства и услуг населению в государственных ведомствах на электронный формат осталось без малого два месяца. Общество заинтересовано во внедрении нового электронного правительства, поскольку обещают, что коррупция в госведомствах уменьшится, и населению не придется простаивать бесконечные очереди в госорганизации за получением справок. Было специальное поручение, что государственные органы не должны требовать дополнительных каких-либо документов от граждан, если они существуют в информационных системах других государственных ведомств. Вот это для оштувления этой задачи была создана инфраструктура для взаимодействия между государственными органами, для информационной, для инфраструктуры, для взаимообменной информацией. Услуги, ранее предоставляемые гражданам посредством режима онлайн, были всегда востребованы и широко применялись в обществе. В рамках административной реформы в республике уже выполнено несколько проектов для упрощения обращения населения госструктурами. На сайте Министерства налогов декларация предоставляется в электронном виде. Столь же и легок процесс приема абитуриентов в ВУЗы. Портал служит единым окном, тем пространством, куда гражданин, обратившись, будет получать доступ почти что ко всем министерствам, оказывающим электронные услуги. Создана инфраструктура электронной подписи, она уже введена в эксплуатацию. Государственные чиновники, граждане, бизнес-структура имеет возможность получить электронную подпись. На сегодняшний день 10 государственных органов подключены в виде поставщиков услуг. Два ведомства, они являются пользователем этих услуг. 49 услуг, они уже подключены в этот портал. Власти добиваются повышения прозрачности в работе. Остается надеяться, что жизненные условия населения улучшатся и коррупция, пускай частично, искоренится. Такая практика уже давно применяется в развитых странах.